В этом году Березитовый рудник отмечает десятилетие выплавки первого золота и выхода предприятия на проектную мощность. Березитовое золото-полиметаллическое месторождение геологи изучали еще с 1932 года. Строительством рудника занималась канадская компания. В 2008 году рудник вошел в состав международной компании Норголд. Первый золотосодержащий слиток весил чуть более 2 килограммов. Сегодняшний достигает 13-14 килограммов. И каждый из них словно символическое посвящение тем, кого в компании Норголд ценят больше, чем золото. Людям, которые его добывают. Первооткрывателям, старейшим сотрудникам, которыми гордится предприятие. В шампанской я не пил, но фотографии ее. Когда мы получали первый слиток, рудник в Африке, который тоже был в нашей компании, они тоже должны были получить первый слиток. И мы торопились быстрее получить слиток, чем они. Мы победили. Это была ответственность. Надо было сделать так, чтобы был достаточно точный результат. Все переживали. Обстановка в первую очередь была такая, скажем так, праздничная, что наконец-то дождались. Первый слиток. В связи с этим, конечно, большие надежды были, которые в конечном счете доправдались. Ощущали, конечно, как-то, что наш вклад в этом есть. Мы внесли какую-то свою частичку труда. Мы реально поняли, что первую цель мы достигли. Вот он, первый слиток, и можно двигаться дальше. Ровно год назад на должность исполнительного директора Березитового рудника был назначен Рафаэль Кадыров. И уже через неделю после вступления в должность новый руководитель чувствовал себя так, словно работал с этим коллективом всю жизнь. Я могу сказать, что это слаженный коллектив высокоответственных людей, преданных своему делу и преданных руднику. Если на флоте есть команда флагманского корабля, то примерно такая же команда Березитового рудника. У них особый дух лидеров. На Березитовом руднике трудятся вахтами, которые длятся по полтора месяца. Поэтому благоприятные взаимоотношения в коллективе – очень важная составляющая в работе и жизни людей, для многих из которых рудник стал вторым домом. Сегодня мы познакомим вас с некоторыми из тех, кем гордится предприятие. У взрывника Игоря Руденкова на Березитовом руднике уже десятилетний стаж. Подготовительные работы к взрывам ведутся в карьере круглосуточно. За одну смену бригада из четырех человек закладывает до семи с половиной тонн взрывчатки. По мнению Игоря Руденкова, для слаженной работы его коллегам нужны особые качества. Находить общий язык с людьми, быть выносливым, потому что заряжаешь и в снег, и в холод, и в дождь. Ну и добрым, наверное, без этого никак. Инженер-химик Ольга Подшивалова свои первые три года на Березитовом работала плавильщиком в пробирно-аналитической лаборатории. Она принимала участие в изучении геологических проб и содержания первого слитка. Фабрику, когда запустили, мы еще сюда полностью не переехали. Мы плавили в таких полевых условиях. Наша лаборатория находилась в гараже деревянном. Сейчас там техника находится, машины. Переоборудовали нам, поставили плавильную печь, и мы там работали. А потом уже, когда фабрику запустили, сделали первый слиток. Потом уже было конкретное оборудование приходило нам уже. Ну, уже увеличивали объемы оборудования, увеличивалось объем проб у нас и геологических, и таких. Вот. И уже переехали сюда, и здесь уже потом стали работать на месте. Ольга Подшивалова не сомневается, что ее дальнейшая жизнь будет связана с Березитовым рудником, в будущем которого она уверена, как и другие сотрудники. На всех участках предприятия нужен профессионализм и ответственность. Работа в карьере одна из сложнейших. Владимир Агафонов работает водителем автосамосвала уже 11 лет, и промышленную безопасность ставит на первое место. Груженная машина, если в свежий снег весной и осенью выпадает, ее несет, как на санях. Ну, тяжеловато, но потом подсыпают дороги, и это первые и последние снега, вот они самые такие опасные. Осторожность в любом случае везде всегда надо сохранить. Когда сотрудники, характеризуя свое предприятие, на первое место ставят высокие стандарты охраны труда, для заместителя директора по промышленной безопасности Виктора Кошелева это лучшая оценка его 10-летней работы на Березитовом руднике. Нам удалось изменить сознание наших работников, воспитать и внедрить новую культуру безопасности труда, когда наши работники относятся ответственно ко всем технологическим процессам, к своему здоровью. Под высоким напряжением в прямом и переносном смысле работает на Березитовом руднике электромонтер по обслуживанию подстанции Ольга Сергунина. Во время дежурства на подстанции она отвечает за бесперебойное электроснабжение предприятия. Здесь нет места волнению, только четкие действия по инструкции. Если происходит сбой в системе, дежурная подстанция оповещает все службы, делает заземление, готовит участок для работы аварийной бригады. В это время все производственные участки переходят на дизельное электроснабжение. Ольга Сергунина, 10 лет назад имея большой опыт работы энергетиком, вначале смогла устроиться лишь в столовую, но уже через месяц стала работать на руднике по своей специальности. Принимали как космос, конечно. Сначала у меня на подстанции здесь опрос был, потом там собирались энергетики и зам энергетиков, и промбезопасность, ну в общем целая комиссия. И задавали вопросы, я отвечала, и сказали, что они на мной довольны, взяли меня на работу. И когда я сюда вот пришла работать, я вот в промзоне была одна женщина, остальные все мужчины работали. Все строилось в то время, фабрики не было, а когда приехала, посмотрела, думала, мама, дорогая, да, эта фабрика никогда не построится, там нулевой цикл, думаю, господи. А это все очень быстро, здорово, блин, намного моложе было, очень весело было, хорошо, и как-то мы не унывали. Раньше я всегда думала, что на вахте работают неадекватные люди, что ли сказать, как-то, ну всегда сразу слова Высоцкого вспоминаются, я на вахту еду, плачу, еду, свадчика хочу. Думаю, господи, на вахту нормальные люди никогда не ездят. Когда я попала сюда на вахту, я поняла, что сюда просто ездят здесь. Ты, во-первых, в эту вахту влюбляешься, ты ждешь, ты втягиваешься, тебе уже надо ехать. Судьбоносным стал Березитовый рудник и для главного геолога Владимира Чусовитина. С предприятием связаны прошедшие 10 лет работы и настоящие мечты о будущем. Геологи Березитова ведут эксплуатационную разведку, изучают фланги. Их заслуга в том, что в ходе эксплуатации карьера дополнительно прирощены более тонны драгоценного металла. Сегодня геологи проводят работы для подтверждения перспектив подземной добычи. Одновременно ведется разведка на Хайтинской площади. У нас как бы рутинная работа, она присутствует всегда, но каждый день мы производим эксплуатационную разведку, и у нас всегда что-то новое, всегда что-то на перспективу новое, что-то наоборот уходит, что ничего не нашли. То есть у нас нет таких дней, чтобы они были похожи один на один. Все равно какие-то события у нас происходят. Именно подтвердили мы, не подтвердили, прирост сделали, наоборот, что-то другое сделали. Тело дополнительно нашли, блок выявили. Но все равно каждый день это происходит. Самая такая вот у меня большая мечта, именно дойти по штольне на отметку 240 метров, это ниже ручья Хайты на 300 метров. И вот именно посмотреть геологию там, чтобы понять, как все-таки месторождение жило, и стоит ли работать еще ниже, или как у нас будет сформирована добыча золота по северному участку этого же карьера. Благодаря упорной и профессиональной работе, возможности вкладывать средства в развитие производства и геологоразведку здесь не сомневаются в многолетних перспективах предприятия. И сегодняшние достижения на Березитовом руднике достойно войдут в историю. С события этого года мы начали для себя новый вид работы, подземную отработку нашего месторождения. Немаловажный фактор, мы работаем сейчас на перспективу, мы начали активно отрабатывать геологоразведку в Хатинской площади. И мы увеличим срок службы рудника порядка 5-7 лет, как минимум. И коллектив уверен, что Березитовый рудник будет жить долго. Досваивают в третью очередь сейчас, будут дальше углубляться, технику закупают, перспективы вроде есть все, чтобы работать в дальнейшем. Стабильность, ну и в принципе неплохие заработные платы, что в данное время нужно человеку. Обстановка нормальная такая, деловая, хорошая, дружеская. Этот коллектив, который и меня воспитал тоже. В принципе и семьи коллектив, единомышленников, у всех одна цель. Мы еще дадим стране угля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова